Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Лех-Леха. Кроме глобальных вопросов, которые, как кажется нам, важнейшие в мире, чуть ли не завоевание полмиром, в этой недельной главе рассказывается, наверное, одно из самых важных войн, которую, войн неправильно сказал, действий, которые надлежит человеку делать. Это установление мира, любви в собственном доме. Помните, Авраам, Сара, Агарь, тоже описывается все это. Поэтому нам надлежит в эту неделю тоже просмотреть немножко взаимоотношения внутри дома. Главная цель написана очень многих мудрецов. В нашей жизни это установление мира и добра, островка такого любви в собственном доме. Это огромная такая работа длиною целую жизнь. Многие полагают, что достаточно отыскать своего партнера в океане душ, там, вот сейчас он мне достался, и гарантированно супруги будут счастливы до конца дней. Еще бы ведь, брак заключается на небесах, в действительности же все это немножко не так. Взаимное притяжение двух душ продолжается всю жизнь. И притирание, то это соединение взаимное. Оно сопровождается в том числе и большим противостоянием, в котором каждый из супругов узнает больше о своем партнере и лучше его понимает. Это не процесс момента, один раз и закончился. Вообще есть такая потрясающая формула, которую надо запомнить. Чем меньше вы ожидаете от своего брака, тем счастливее он сложится. Иногда люди понапридумывают себе такого партнера, такие взаимоотношения, там, он возьмет меня, будет нести на руках, или она меня, там, это. Надо не придумать. Маяться собственной дурью потом будете всю жизнь. Надо реально видеть какие-то вещи и понимать, что брак это труд. Вообще трудные моменты, когда иногда человек охватывает разочарование, когда ему кажется, что ошибся в выборе партнера. Вспомните, что этот супруг назначен вам свыше. И вы ощутите какой-то дополнительный прилив сил, чтобы поработать и заставить ваш брак раскрыть заложенный в нем потенциал. А он есть, просто так не выбираются супруги. Именно вот такой супруг, который вам нужен, вот такой с неба и подбирается. Проблемы, возникающие в семейной жизни, это, так сказать, не повод для, там, как-то разругаться, разойтись, а веха, которая метит рабочий участок. Вот здесь надо больше поработать. Урахаим такой был. Если бы мужчина и женщина были одинаковым, целым, он бы один не смог по-другому дать ничего. Сказано, сделаю ему помощницу напротив него, вне его. И тогда у него появится возможность что-то сделать. Суть супружеской жизни и цель ее в том, чтобы научиться давать друг другу. Всевышний, в конце концов, создал человека таким, чтобы он смог что-то дать своей половине. С этого начинается семейная жизнь. Сам процесс давания, отдачи порождает возможность любить. Любить это давать. Отдавая человек, побуждает себе способность любить свою половину. Значит, связь, которая устанавливается в результате умения давать другому, приводит к любви между супругами. Вот в чем оказывается проблема. Повторю еще раз замечательную. Майсю, которую я уже рассказывал два года назад, молодой человек пришел к Равину через неделю после свадьбы, смущенный, говорит, Рэбе, стыдно признаться, но в наших отношениях есть большая, большая напряженность, вот, о чем, говорит, связано, Равин, говорит, ну, вы понимаете, я скатываю, а она давит. Равин был проницательным человеком, он тут растерялся. Он говорит, о чем речь? Молодой человек объяснил. Я ей несколько раз пытался объяснить, что тюбик надо давить, а она скатывает. Понимаете? И меня это нервирует. Вот Рав сказал, слушайте, купите два тюбика. Вот молодой человек был потрясен мудростью Рава, который посоветовал ему купить два тюбика. Чтобы один скатывал, второй давил. Все, наладилась жизнь. Люди постоянно думают. Если он, она, там, любят меня, то они дали бы мне то, что я хочу. Эта мысль ведет к боли и конфликту. Мы отождествляем любовь с послушанием. Это совершенно не так. Кроме того, мужчина и женщина столь разные существа, что вот это тренировать, даже желание, так как говорят, чем-то что-то дать, нужно очень серьезно, потому что иногда, там, я знаю, женщине дал билет на футбол, или она ему дала замечательные духи. Это не работает. Надо давать человеку то, что он хочет получить, а не то, что хочется нам. Есть еще одна важная вещь. В конце, вот, обычно молитвы, которые мы читаем, мы произносим слова «творящий мир» и отступаем на три шага назад. Вот так установили мудрецы. И вот ради достижения мира человек должен уметь переступить через свое «я» и отступить, если надо, на шаг, на два, на три. Вот это главный залог успешной семейной жизни. Надо запомнить, что семья – это не поле битвы, не ресталище какое-то. Это остров доброты, мира и любви. И вот эти три позиции надо тренировать в жизни. А совсем не характер, не свое «я» и не что-то другое. Надо искать Бога внутри дома. Устать и устанавливать такой дом, в котором Бог бы зашел и сказал, да, здесь я могу поселиться. Это главная работа человека в этом мире. А передвигать горы, осушать реки – это подождет. Брахава Ацлахав – всего самого лучшего. Начинайте с того, что главное.